Привет 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 Здорово Здорово, что ты пришел Здорово, что мы снова встретились Сегодня Сегодня у нас с тобой Очень интересный сеанс Сегодня Мы занимаемся чакрами Я уже однажды рассказывала про чакры И мы сегодня Будем Разговаривать С тобой Про первую чакру Да Она называется чакра Туадхара Это очень важная Очень важная чакра Очень важный Энергетический центр И сейчас На заднем плане Ты Слышишь Миновальные звуки Для исцеления Этой чакры У меня здесь Все подготовлено Для работы Смотри У меня есть Вот такая вот Соляная лампа Для того Для того чтобы Зарядить Наше с тобой Пространство Как положено Специальными Ионами соли Которые будут очищать Твою энергетику Будут очищать Твою энергетику Давай я сейчас Сначала Общую чистку сделаю Не торопясь Да Не торопясь А потом Попримемся За Младхару Младхара У нас Отвечает За заземление Я сейчас Я сейчас Эти цели Подожгу Специально Благовоние Потому что Благовоние Тоже Очищает пространство И очищает Энергетику Трагетику 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 хорошо очищает Самое главное Настраивайся Да посетил А я тебе расскажу Что такое Такой Трагетический центр Который называется Булатхара Сосредоточься И внимательно Слушай Если ты Востоянно Испытываешь Неуверенность в себе Страх 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 Тревожности Это признак Как разбалансированная Булатхара Это надо понимать Это надо знать Булатхару Можно активировать После того Когда ты ее почистишь Несколькими Способами Чистить можно Несколькими Способами И активировать Тоже Можно Несколькими Способами Я сейчас Тебе расскажу Об этом Чистить можно При помощи медитации Очень хорошо Если ты Будешь использовать Еще и кристаллы Специальные Камни Которые Помогают Чистить Булатхару Сначала Про диагностику Сначала Про диагностику Про страх Про неуверенность Я уже сказала Про то Что Булатхар Находится В нижней части Позвоночника И питает Все остальные Чакры Снизу Вверх Я тебе говорила Ранее В предыдущем Видео Но Сейчас Повторю То Что Булатхара Чакра Очень важная Это Чакра Граневая Она Отвечает За Жизненную Энергию Такие заболевания Как Аллергия Тревожность Невротические заболевания Такие заболевания Как Психозы Всякого рода нарушения ЖКК Запоры Да Нарушения потенции Это Все Это Все Связано С Мулатхарой Так Вот Я начала Говорить Про то Что Читить ее можно При помощи Медитации И Кристаллов Можно Еще Многими Другими Способами Но Это Непосредственно Будет Касаться Всех остальных Чакр А мы Сегодня Разговариваем Только Про Бладхару Бладхара Уважать Уважать Старших Своего рода Отца Мати Бабуши Дедуши Это Первый Признак Расбалансировки Чакры Отсюда Могут Идти Проблемы Материального Характера Отсюда Могут Идти Проблемы Неуверенности В себе И Низкой Самооценки Потому Что Корневая Чакра Отвечается За земление Очень Часто Люди Испытывая Серьезные Психологические Травмы В детстве Всю жизнь Не могут Остановить Нормальный баланс Энергии Могут Потому Что Испытав Травму Серьезную Травму В детстве Отпечаток Остается Могут Харь И Человек Кажется Уже и забыл Те неприятные События А Они Как Как Климо Как Как Какая-то Уболь Сидят На Энергоплане Давай Сейчас Закрывай Глазки Послушай меня внимательно И Представь В самом Несу Своего Позвоночника Зону Зону Красного Света Сосредоточься 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 На своем деле Сосредоточься Представь там Зону Красного Цвета Потому что Младхара Зимволизирует красный цвет Цвет энергии Люди, у которых хорошо развито И хорошо работает муладхар Очень энергично Сейчас представляю зону Про которую я говорила Если ты испытываешь в этот момент дискомфорт Если ты визуализируешь эту зону И видишь там какие-то пятна Видишь там какие-то пятна Какие-то повреждения этой зоны Они могут быть какими-то неясными разводами Они могут быть какими-то внедрениями темного цвета Либо наморут в виде каких-то светлых узлов Цвет чакры Эта зона, которую ты представляешь Должна выглядеть отбородной Ярко-красной массой И если ты замечаешь что-то Что не соответствует красному цвету Это означает, что чакра повреждена Не надо пугаться Мы сейчас Мы сейчас Все это достанем Все достанем Все уберем Сосредоточься на тех повреждениях Которые Ты почувствуешь И представь своей виртуальной рукой Ты берешь это повреждение Берешь И вытаскиваешь И сбрасываешь И сбрасываешь Второй виртуальной рукой И берешь Вытаскиваешь И сбрасываешь И сбрасываешь Эту алкетику Сбрасываешь Сбрасываешь Уж представить Как в руках у тебя Горит свеча У меня это будет Благофония Ты ее подносишь К зоне чакры Бодхара Самый неспосредственник Визуализирует Это все Задание для Визуализации Подносишь И чистишь ее Огненным Светом Пламенем Свечи Получается Я знаю Что получается Даже если С первого раза Не получится Обязательно Получится Со второго Или с третьего Так вот Если ты часто Испытываешь Тревоги Перепад настроения Если ты Не чувствуешь Себя Защищенным В своем Собственном Деле Значит Делай вывод Чакра Распалансирована Надо с ней Работать Напиши В комментарии Свое имя Свой возраст И когда У меня будет Время Я обязательно Посмотрю На старших Арканах Дару Состояние Твоей чакры И напишу тебе Имеется ли там Негатив О том Как чистить ее Я говорю В этом видео Так вот Пегетация Использование Кристаллов Камней Которые Соответствуют Этой чакре Очень благотворно Действует На ее очищение На ее активацию На запуск Этихонерги Я забыла Сказать Что если Человек Склонен Переедать Человек Испытывает Жадность К еде К деньгам Еще Чему-либо Желание Доминировать Любой ценой Это тоже Это тоже Разговор о том Что чакра Работает Неправильно Это тоже Говорит о том Что она Имеет Дегативные Структуры Продолжаем Я опять Возвращаюсь К тому Что чакру Можно почистить При помощи Специальной Педитации И Положив Камень Соответствующий Этой чакре На низ живота Либо на кубчик Также Этот камень Можно использовать Дома В центре помещения В центре спальни Положить Чтобы он находился Этим камнем Может быть Красная граната Красная яшма Черная бстя Гематит Дымчатый кварц Рубин Любые Камни Красного Цвета Так вот Используя Силу Камней И медитацию Специальную На чакру Конкретную Чакру Панхара Можно ее Исцелить А о том Как проработать Те Эмоциональные Неприятные Ощущения Которые связаны С расбалансировкой Ты найдешь Практики И советы У психологов Алекса У психолога Мурашолога Ссылку Я оставлю В закрепленном Комментарии И в описании К этому Видео Еще мне Хотелось Добавить Что Чакру Чакру Младхару Можно Исцелять Красной пищей Это Красные Фрукты Только Сразу Хочу Оговорить Что Мясо Тоже Тоже Имеет Красный Цвет Но Вот Мясо Как раз Вредит Чакры Младхара Любое Мясо Это Нисковибрационная Пища И На период Чисток Когда я Работаю С своими Клиентами Я Отменяю Употребление Мяса Вообще Иначе Негатив Очень сложно Будет Снять Практически Невозможно Потому что Он цепляется Прорастает Своими Низкими Вибрациями В чакру Которая Тоже Низко Вибрирует Потому что Она повреждена Слушай Музыку На заднем Фоне И Желай Тебе Исцеления Обязательно Выздоравливай Больше Уверенности Не бойся Ничего Когда Ты Начнешь Верить В себя Когда Ты Научишься Благодарить Свой род Материальные Благо Начнут Поступать В твою жизнь Начнут Закручиваться Другие Энергии Я верю Что у тебя Все получится Я помогаю Я помогаю тебе Как умею Почиститься А еще Я тебя Поддерживаю Поддерживаю Ошибиться Ошибиться Общаться Общаться Себе Самим Собой И Выделяя На это Время Поэтому Пожалуйста Задумайся Зачем тебе Постоянно Листать Ленту В телефоне Ленту Новостей Зачем Постоянно Переключать Лентяйку Телевизора И Согружать Себе Ненужной Информацией Это Все Негативно Отражается На состоянии Энергетики Любая Информация Извне Которая Носит Негативный Характер Путает Человека Не Дает Ему Возможность Принимать Собственное Решение И анализировать События Самостоятельно Поэтому Ограничивай себя Просмотри Новости А лучше Вообще Их исключи Поверь Мир Не рухнет От этого Честно Я желаю Тебе Исцеления Я желаю Тебе Прийти К осознанности Обязательно Береги себя Обязательно Благодаря Себя За все За все Учи себя Принимать Любить И ценить Пока-пока Благодаря 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 Продолжение следует...